Говорит и показывает Ермаков. Продолжаем наши странствия и обзоры замечательных сборок Windows. Сегодня снова я разгребаю сообщение двухлетней давности. К сожалению автор отправивший мне эту сборку заблокирован и имя его изменено. Видимо что-то случилось, страницу взломали. Описание своей сборки он нам предоставляет так. Windows 10 Pro в обличии 7 и это лучше чем та сборка 8.1 в стиле 7. Тоже примерно два года назад смотрели. Я не буду повторять то, что я говорил раньше, что у меня наконец-то дошли руки и сегодня мы будем снимать обзор, потому что сборки от малоизвестных авторов они бывают гораздо интереснее, чем какого-нибудь Авгорского или Смоки Блах Блах. На экране ты видишь людей, которые поддержали это видео. Выражается им огромная благодарность, если тоже хочешь попасть в их список, то закидывай любую сумму на Donation Alerts, ссылочка находится под видео. А те, кто закинет 100 рублей и больше, попадет в три следующих видео. Ну и соответственно у нас есть группа ВКонтакте, заходим туда, подписываемся. Давайте 5000 участников там добьем. Также у нас есть Дискорд, Телеграм. Свои видео я размещаю на Рутюбе и на Яндекс.Дзене, поэтому тоже туда переходите. А до следующего лета нам нужно набрать 100 тысяч подписчиков, поэтому сделайте кнопку подписаться, если она красная, серой. Ну что ж, для тестирования я буду использовать VirtualBox, because он менее жруче, чем VMware и Fusion. Ух ты, Windows Boot Manager предлагают 32 и 64-битную приинсталляционную среду. Да, сборку, так как бы универсальный сделали, так скажем. Давайте я, наверное, перейду в полноэкранный режим. Приинсталляционная среда, какой-то TB-лаунчер. Программа True Image, Acronix Director, Total Commander, командная строка и установка Windows. Ну и соответственно параметры восстановления. Разумеется, выбираем вот эту штуку, лаунч программ. Ну в общем такая типичная сборка, ее тоже может сделать любой, кто в этом шарит. Ух ты, интерфейс такой, что-то не помню вообще. 2018 год. Да, что-то издание Windows 10 какое-то старое. 18.03 или 18.09. Windows 10 Pro, конечно же. 32 бита? А 64 нету что ли? Автор поленился. Среду предустановки сделал 64-битную, а саму Windows нет. Далее. Мда, неразмеченный диск. И все, идет установка. Мы пока просто подождем. Опа! Ошибка! Стоп! Ной, 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 ной! Windows не удалось применить в параметре автоматической установки. Что происходит? Все, установка капут. Причем файлы все скопировались. Так, я могу в этот тб лаунчер вообще вернуться? Да. Давайте посмотрим, что вообще происходит при помощи командной строки. Так, по-моему диск D. Потому что буквы дисков обычно имеют свойство перетасовываться. Ой, это вообще не тот диск. Наверное, E. Распаковалась только папка Windows. Даже папки Program Files никакой нет. Если мы сейчас перезагрузимся, то, соответственно, никакой загрузки не произойдет. Он будет писать, что операционная система не найдена. Но мы можем попытаться сделать следующее. Написать. VCD Boot. По-моему, так это делается. Сбой копирования файлов загрузки. Так, а что на диске C? Если бы я не знал кое-каких моментов, я бы, наверное, закончил это видео. И написал бы автору, что сборка не рабочая, и иди ты на три веселых буквы переделывай. Но можно сделать вот что. Всего 1 гигабайт скопировался. Ну, типа, там 100% прошло, и, оказывается, вообще никакие файлы не скопировались. А может, они просто удалились? Вот, install.esd. Вот этот файл надо развернуть. И сейчас я покажу, как это делается. Так, вот, есть утилита Dism здесь. Кстати, я точно так же устанавливаю Windows 11 в обход системных требований. Image File Install.esd. От расширения вообще не зависит, только от того, как он заархивирован. Он может быть Vim, он может быть ESD, он может быть еще чем-то, что мне вообще неизвестно. Хотя там была программа True Image. Так, Apply Deer, внимание, надо указать, по-моему, E. Потому что диск C зарезервирован системой. Сейчас мы Dism распакуем, и получится полноценная винда. Только надо будет загрузку еще установить. Вот 17133, я не помню, что это за обновление винды. Либо 1803, либо 1809. О, готово. И делаем дальше BCD Boot. Где-то было у нас. Наверное, из командной строки вышел, поэтому не сохранилось. Вот так это делается. Выходим с командной строки, перезагружаемся, и обязательно вытаскиваем диск. Потому что автор сборки не сделал так, чтобы можно было обходить. Бим! Загружается Windows 10. Совет автору сборки. Поменять свою фамилию на Косоруков. Когда я на первом курсе колледжа учился, и у нас был задачник по физике. У одного из его авторов была фамилия Косоруков. И прикол там был в том, что в конце этого задачника были ответы, и они были либо неправильные, либо очень сильно округленные. И мы шутили, что это Косоруков накосячил. Вот то же самое с этой сборкой. Автор не позаботился о том, когда создавал сценарий автоматической установки. А так можно сделать, написав сетапы с какими-то там параметрами. Тоже об этом обязательно будет видео. И еще, он мне говорил, что его сборка в стиле Windows 7. Так почему же он не поменял логотип Windows 10 на семерочный? И что, сразу, даже без перезагрузки, пароль просвочен, должен быть заменен. Да, действительно, автоматический сценарий тут использован. Пропущен ОБЭ, нету перезагрузки после установки устройств. Так, а можно просто без пароля? В чем вообще прикол этой функции? Наверное, у какого-нибудь сисадмина спросить надо. Судя по имени пользователя, автора сборки зовут Николаев Антон. Но он теперь не Николаев, а Косоруков. У меня дежавю, кажется, я где-то видел такие обои уже. По-моему, это была сборка Windows 7 Xtreme VS. Антивирус 360 Total Security. Скайп, гигабайты свежей информации. Ну, Unlocker такая себе утилита. Я ее обычно использовал для того, чтобы удалять неудаляемые или защищенные файлы. Но можно сделать один твик, добавить TakeOwnership, семерочный Startup Sound. На самом деле, в десятке он такой и есть. И разные, разные, разные иконки. Тоже объемные, больше смахивающие на Windows 11. Что здесь использовано? Start is back, по-моему, чтобы делать пуск, как в семерке. Идет речь о каком-то оформлении Windows 8 на сайт pkportal.org. Видимо, это какой-то представитель этого сайта. В обязательном порядке у нас имеются гадгеты. 2022 год, они до сих пор к десятке прикручивают гаджеты. Нафига, а главное зачем? Какой-то веб-компаньон, тоже ярлыки со ссылками на сайт. Это вот все равно, что выносить на главный экран ссылку на сайт. В частности, это актуально для айфона и для его приложений. Вот как ВК удалили из-за каких-то санкций англичанки. Я понимаю, там против Сбербанка ввели международные. А вот одна страна, и причем даже не против самой компании ВК, а против его руководителей. Вот так у нас выглядят иконки. Интересно, есть ли здесь какие-то темы? О, скорее не запуска. Минута 18 секунд. Вау! Как быстро ты запускаешься. У меня на SSD она загружается за 3 секунды. В меню, которое по правой кнопке выходит, завершение работы, например. Разного рода стандартные инструменты. Еще там в мой компьютер что-то добавлено, наверное. Да, вот оно везде добавлено. Вот что бы я ни нажал, это есть везде. А что ты запускаешь? Не, Skype не надо устанавливать. Я Skype лет 8 уже не пользуюсь. Вот в чем прикол? В том, что Skype в свои годы был единственным способом именно видеосвязи. А потом нам появляли всякие WhatsApp, Viber. Почти в любом мессенджере есть возможность видеосвязи. И про Skype как-то вообще все забыли. Да и тем более, что продукция Microsoft не так уж и славится своей надежностью, популярностью. Вспомните там Windows Phone, например. Которого хватило только на десятилетия. Темы тут стандартные, десяточные. Только вот обои поменены. И какая-то ссылка на Vinaero. Автору сборки, скорее всего, заплатили. В общем, вот такая сборка. С немножко кривым автоматическим сценарием, который нужно пофиксить. И с другой стороны я попался на кликбейт. Потому что мне сказали, что она в стиле Windows 7. А на самом деле она в стиле сборки Windows 7. И эта сборка называется Windows 7 Extreme WS. Плагиат у плагиата у плагиата. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вступайте в наши социальные сети. И ждите новых видео. С вами был Ермаков. Пока, на связи через камеру. Иксо. Субтитры сделал DimaTorzok